Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Инновационный подход. В Чебоксарах открылась 13-я межрегиональная отраслевая выставка. Киноэкология в действии. Школьники республики собирают макулатуру, чтобы снять собственный фильм. Старт дан. В Чебоксарах проходит первенство по Волжье по настольному теннису. Когда вопрос не решается на месте. Обращение к главе Чувашии становится последним шансом. Олег Николаев провел очередной прием граждан по личным вопросам в общественной приемной президента Российской Федерации в республике. Со своими проблемами обратились шесть человек. У каждой проблемы своя история. Так, жительница Вурнар Рада Ластухина спросила, когда обитатели аварийного дома номер 13 по улице Ашмарова в районном центре смогут переехать в новое жилье. Глава республики отметил, что в этом году поставлена задача ускорить решение вопросов по расселению из ветхого и аварийного жилого фонда. Жительница Чебоксар Оксана Чернова обеспокоена нарушением сроков строительства и сдачи дома по позиции 19 строительной компании «Лидер». Ситуацию с проблемными объектами постоянно мониторят специалисты Минстроя республики. В прошлом году была инициирована процедура банкротства фирмы, но застройщик нашел средства для завершения строительства позиции номер 4. Если этот дом будет сдан в ближайшее время, то возведение остальных позиций ускорится. Отсутствием дороги в деревне Шибачево, которую давно присоединили к селу Ишаки Чебоксарского района, озабочена Вера Левштанова. Туда сложно проехать пожарным и скорой помощи, жителям тоже непросто преодолевать расстояние. Вера Васильевна уже пять лет обивает пороги всех ведомств. Дорогу обещали построить еще в 2017 году. Четыре улицы, порядка 100 домов, ну 90 где-то домов. Деревня стоит вообще отдаленно. Порогу мы просим хотя бы сделать до самой деревни, это один километр. Я дам поручение, чтобы вы мне доложили в целом ситуацию, варианты решения вопроса, в том числе, через временное укрепление дороги, с тем, чтобы был нормальный доступ в любое время. Устрояет вас такое? Главный федеральный инспектор Почуварской республики Геннадий Федоров представил нового руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Почуварской республики Карину Митину. Основными функциями ведомства являются установление инвалидности и ее причин сроков времени наступления. Главное бюро контролирует потребности инвалидов в различных видах социальной защиты и следит за их выполнением. Календарная весна уже наступила, но зима не планирует сдаваться. Сегодняшний день прошел под знаком желтого уровня опасности. Ветер достигал 10-17 метров в секунду. На дорогах снежные заносы местами гололедятся. Прирост снежного покрова за последние дни достиг 15 сантиметров. За сутки выпало до 30 процентов месячной нормы. Коммунальные и дорожные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопадов. В ночную смену уже несколько дней подряд на республиканских и федеральных дорогах работают более 120 единиц техники. На муниципальных более 200. Завтра, 5 марта, ожидается похолодание до минус 15 градусов мороза днем, а вечером столбики термометров будут опускаться до минус 25. Холодная погода может продержаться до середины месяца. В республике зафиксирован значительный рост несчастных случаев при использовании бытового газа. С начала года 32 чрезвычайных происшествия. Пострадали 76 человек. 13 жителей Чувашии погибли от отравления газом. Чаще всего причиной трагедии становится неправильная эксплуатация газового оборудования собственниками жилья. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям республики соблюдать правила пользования колонками, плитами, сжиженным голубым топливом и при малейших неполадках обращаться к газовикам. Тягать железо. В это выражение фитнес-тренер из Чебоксар вкладывал свой смысл. Осенью прошлого года мужчина был задержан за кражи могильных оград. На даче злоумышленника полицейские изъяли 6 тонн металла. Но для реального лишения свободы подсудимого этого оказалось недостаточно. Какое наказание назначил суд в репортаже моих коллег из пресс-службы МВД Почувашии? На балконе что спрятались? Ай, что спрятался? Вы не знаете ответ. 46-летнего жителя Чебоксар задержали в сентябре прошлого года. После того, как в одном из городских пунктов по приему металлолома были обнаружены фрагменты похищенных могильных оград. Ограждение сдал оставшийся без работы в пандемии фитнес-тренер, который нашел такое применение своей недюжной физической силе. В чем подзревать? В хищении чубуных оград. С территории дачи обвиняемого, которую тот использовал под склад похищенного, полицейские вывезли порядка 6 тонн металла. Для хранения такого количества вещественных доказательств отдела внутренних дел по городу Новочебоксарску пришлось отвезти целый гараж. Немало пострадавших обнаружило там ограждение с могил своих близких. Многие пришли в полицию после показа сюжета о задержании злоумышленника по телевидению. В общей сложности нам удалось доказать нашему фигуранту по делу 29 эпизодов преступной деятельности. Он был привлечен к уголовной ответственности. Общая сумма ущерба составила почти 400 тысяч, 394 тысячи 542 рубля. И в ходе расследования удалось возместить потерпевшим путем изъятия похищенного имущества ущерб на сумму 307 тысяч 935 рублей. Вменяемые подсудимому кражи были совершены в период с мая по сентябрь прошлого года, в дневное время. Металлскладбище боксарец перевозил в салоне семейного легкового автомобиля ВАЗ-2104. Человек ездил по всей республике, начиная от Чебоксарского района, доезжал до Маргаушского района, был в Цивильском районе, в Красноармейском. Он практически доядренно доезжал, пользовался картами. В пункте по приему металлолома он говорил, что сдает демонтированные ограды после планового благоустройства города. Лишних вопросов постоянному клиенту не задавали. Резонансное дело рассматривалось в Маргаушском районном суде Чуварской республики. На территории указанного района злоумышленник совершил большую часть краж. Кроме того, суд счел доказанную вину подсудимого в тайных хищениях имущества граждан в Красноармейском и Аликовском районах, а также в Чебоксарах и Новочебоксарске. Назначить путем поглощения медицинского наказания более строгим в виде исправительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием 15% резервных платных доход государства. Сам подсудимый, который во время расследования и судебного разбирательства находился по подписке о невыезде, на оглашение приговора не явился. Решение суда назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, его, наверное, вполне устроило, в отличие от стороны обвинения. В ходе премии мной было предложено суду назначить наказание с лишением свободы. Вопрос о внесении апелляционного представления будет решаться после изучения материала уголовного дела и судебного заседания. В настоящее время прокуратурой уже внесено представление и обоснованность назначенного наказания оценит судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской республики. Сельское хозяйство – приоритетное направление экономики Чувашии. О развитии аграрного сектора, ценовой политики, конъюнктуре рынка говорили сегодня на заседании правительственной комиссии. В прошлом году аграриям удалось собрать рекордный урожай, увеличить экспорт сельхозпродукции. Такие результаты надо не просто закреплять, но и двигаться дальше, создавать условия для развития, открывать новое производство. Мы в этом году очень тщательно подходим и к мерам поддержки. Как итог, мы с вами можем констатировать существенный рост инвестиций в отрасль, прежде всего по ускорению оснащения производственных фондов, которые очень важны и нужны для более эффективной работы. И для того, чтобы дальше нам продолжить, конечно же, важно, чтобы на территории, прежде всего сельских территорий, сельскохозяйственных районов у нас появлялись новые производственные площадки. Основные достижения и задачи отрасли представил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Прошедший год показал, что аграрии республики готовы к вызовам. В 2020-м индекс физического объема составил 105%. На результат повлиял рост производства зерна, овощей, яиц и молока. По данным Минсельхоза, в республике сформирован своеобразный рейтинг районов. Наибольшая доля аграрной продукции производится в Батревском, Чебоксарском, Цивильском, Вурнарском и Маргаушском районах. Доля влияния АПК на экономику района высокая. В 9 районах доля выше 70%, в 6 районах более 50%. В год пандемии, как никогда, понимаешь важность продовольственной самообеспеченности территории. По основным продуктам питания мы себя сегодня обеспечиваем выше норматива. По картофелю в 2 раза, по овощам в 1,3 раза, по молоку и молочным продуктам в 1,4 раза, по мясу более чем на 100%. Эффективность отрасли, то есть сколько мы получаем с единицы пашни со 100 гектаров в регионе, тоже весомое. Но сельское хозяйство – это не только показатели сбора урожая. АПК – важный сектор муниципальной экономики. Это рабочие места, налоги, рост доходов населения. Важно не просто развивать территории через социальные и госпроекты. Нужно активно продвигать предпринимательство на селе. В прошлом году в Чувашии реализовано 336 проектов на сумму более 7 миллиардов рублей. Построены животноводческие комплексы, создано более 500 новых рабочих мест. В этом году в реестре тоже более 300 инвестпроектов на солидную сумму. Из бюджета будет выделено более 2 миллиардов рублей на господдержку АПК. Кроме традиционных, в республике появились и новые направления субсидий. Борьба с борщевиком, оборудование для глубокой переработки, гранты начинающим предпринимателям, участникам школы фермеров, клубопекам и мукомолам. Среди основных задач – введение в оборот всех сельхозугодий, устранение бюрократических проволочек при взаимодействии с инвесторами, рост темпов создания перерабатывающих производств. Еще одно направление развития – создание условий для комфортного проживания. Сейчас многие городские жители предпочитают жить в экологически чистых районах. Им нужен быстрый интернет, инфраструктура, дороги. На совещании наградили отличившихся работников агропромышленного комплекса. Татьяна Молокова, Андрей Шоплев, Республика. Сегодня в Чебоксарах стартовала 13-я межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2021». Она проходит в торгово-выставочном комплексе «Контур». Здесь представлено более 30 видов картофеля, семена популярных сортов отечественной и иностранной селекции. Кроме этого, на выставке есть все, что связано с выращиванием второго хлеба. Удобрение, средства защиты растений, специальная техника. Причем выбор есть и для хозяйств, и для дачников. Я каждый год хожу на эту выставку. Техника, конечно. Мы в 70-е годы работали, у нас техники почти не было. А сейчас – совершенство. Защита, сорта, удобрение. Короче, не ленись. Мне нравится, я часто посещаю. Тем более, мне картошка нужна. Я сама сажаю. Мы узнаем о новых сортах картофеля. И сажаем у себя. Получается как-то вкусная, хорошая картошка. В выставке участвуют 85 компаний из 23 регионов России и Республики Беларусь. Основная цель – объединить современные достижения науки и практики в картофельной индустрии. Специалисты обсуждают ситуацию на рынке, селекционную работу, знакомятся с новыми сортами, проводят мастер-классы. Подробнее об участниках выставки мы расскажем сразу после программы «Республика». Не пропустите. По инициативе партия «Единая Россия» в российских школах реализуется проект «Киноурок». Ученики сами снимают фильмы о том, что их волнует. Планируется снять 99 видеоматериалов на разные темы. Все они будут показаны в разных регионах страны. Школьники Республики тоже планируют снять фильм, а пока ищут дополнительные средства на реализацию проекта. Как им это удается в нашем материале. В рамках проекта «Киноурок» каждый месяц во всех регионах показывают по одному фильму. Их уже отсняли ученики из Тульской, Костромской областей и Петербурга. На очереди Чувашия. Мы ждем режиссера в ближайшее время. Пройдет кастинг. Я думаю, что тут будет несколько героев. Сценарий будем писать, будем его обсуждать. Я думаю, что самые главные дети будут авторами этого сценария. Средства решили найти с помощью старого проверенного способа. Ребята собирают и сдают макулатуру. Так родилось движение «Киноэкология». Мы хотим спасти деревья с помощью этого. И в Чебоксарах хотят создать свой киноурок. И за макулатуру нам дадут деньги. И эти все деньги будут перечислены насчет тех людей, кто снимает этот киноурок. Мы хотим сделать доброе дело, поэтому собираем всем классом вместе. Несмотря на то, что современное общество предпочитает для чтения и поиска информации электронные носители, только третьеклассникам Чебоксарской школы номер 59 удалось собрать 900 килограммов макулатуры. Помогли и родители вспомнить свое пионерское прошлое. Я мама одного из третьеклассников. Мы тоже, как и все остальные ребятки, поучаствовали в акции сбора макулатуры. То же самое мы всегда делали в детстве. Каждый год в школу мы всем классам, всем коллективам приносили макулатуру, собирали. Это было целое движение, это было целое понимание чего-то важного и нужного, самое главное, для общества. В ближайшее время к этому движению присоединятся и учащиеся других школ республики. Чтобы снять фильм, нужно собрать как минимум 150 тонн бумаги. Екатерина Шиверова, Алина Сусметова, Дмитрий Салманов, Республика. Сегодня в Чебоксарах на базе спортивной школы Олимпийского резерва имени Ирины Солдатовой стартовало первенство по Волжью по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 13 лет. Более 200 юных мастеров малой ракетки из 10 регионов округа встретились в столице Чувашии, чтобы определить сильнейших. Многие приехали вместе со своими родителями. При решающей игре их поддержка особо важна. В городе Сызрин мы к вам приехали первый раз в Чебоксарах. Очень впечатлены размахом данного мероприятия, вашим большим залом. Сын занимается гос. небольшим настольным теннисом, ему 10 лет. Он очень этим загорелся, прогрессирует быстро. И поэтому попал в числе мальчиков, которые участвуют в Самарской области. Для того, чтобы выйти на всероссийский этап первенства, теннисистам нужно победить в своей паре в предварительном и финальном этапах. Каждый участник мечтает стать лучшим из лучших. Я играла, играю один год. Мне очень нравится играть. Я хочу стать чемпионкой. У меня папа был чемпионом. Он почти стал чемпионом, но из-за травмы спины он не смог. Поэтому я начал ходить на теннис, чтобы стать чемпионом. Я перед каждой игрой делаю зарядку, прыгаю, чтобы пульса больше стало, и чтобы я не вот так вот ходил, как зомби. Я сразу готов был. Первенство будет проходить до 7 марта. По итогу победители среди мальчиков и девочек встретятся в мае в Башкирии, где и определится лучший игрок настольного тенниса России. Ольга Семенова, Дмитрий Салванов, Республика. В Чебоксарах открылась выставка-ярмарка рыбы Камчатского края. В сезон простудных заболеваний и ОРВИ рыба и другие морские деликатесы особенно актуальны. В них много витаминов и других нужных человеческому организму веществ. Подробнее об этом вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь до завтра. До свидания. Аромат копченой рыбы встречают покупателей сразу у входа в ледовый дворец Чебоксары-Арена. Сочная белорыбеца, палтус, дикий королевский лосось так и притягивают взгляд и вызывают аппетит. На прилавках более 20 видов особой популярностью пользуется красная зернистая икра. Она без консервантов, богата витамином D и повышает иммунитет. У нас появился кальмар холодного копчения. Также у нас хорошо просто пользуется чавыча, она дикая, дикий лосось. Мы даем свою продукцию, кто захочет дегустировать. На дикую ситуацию попробуйте, определитесь по соли, по всему. Таких магазинах найти невозможно, потому что мы все привозим со свежего сырья, приготовленного на Камчатке. После улова рыбу не морозят, а сразу коптят. Благодаря этому продукция может храниться до двух месяцев и сохранять в себе все полезные свойства. Например, царица лососевых чавыча снижает уровень холестерина в крови. Многие жители Чувашии уже знают северные деликатесы. Очень кстати, морепродукты придутся к праздничному столу на 8 марта и масленицу. Я решил заехать купить здесь рыбу. Первое, это она более свежая. Второе, тут много того, чего я не видел в обычных магазинах. Хотим, все попробуют. Я уже набрал друзьям и тоже рекомендую хорошую рыбу. Выставка будет работать до 7 марта включительно. Каждый желающий может посетить ярмарку в Ледовом дворце Чебоксара-Арена по улице Чапаева, 19. Каждый желающий может посетить ярмарку в Ледовом дворце Чапаева. Продолжение следует...